Уважаемый Михаил Сергеевич, Я готовился, но видя такую демократическую обстановку, я решил тоже выступить. И как человек, который прожил какую-то жизнь в искусстве и уже несколько лет занимаюсь администрацией, я работал директором филармонии азербайджанской, имеющей свои большие глубокие традиции и сейчас уже около двух лет работаю министром культуры республики. Все вы знаете, что сложилась очень сложная и тревожная обстановка и в Азербайджане тоже. Мы живем и работаем в условиях чрезвычайного положения. Несмотря на это, все деятели культуры и люди, которые работают в культуре, делают все от них зависящее, чтобы были какие-то хотя бы маленькие подвижки. Всего через 4 месяца после январских событий в Азербайджане мы провели большой международный фольклорный фестиваль, на который приехало больше 300 участников как из зарубежных стран, так и из других республик. К сожалению, не все республики откликнулись, многие просто боялись. Но вот это тот случай, когда фольклорный музыкальный фестиваль превратился действительно в манифестацию дружбы артистов, актеров, музыкантов, тех людей, которые стоят на сцене. Есть маленькие подвижки, проводятся какие-то гастроли, что-то делается, но этого всего, конечно, очень мало. И, уважаемый Михаил Сергеевич, от имени всего нашего народа, от имени деятелей культуры я хочу обратиться к вам. У вас есть вся информация, и вы, наверное, лучше многих других знаете, что происходит. Идет война, и вещи надо назвать своими именами. Самая настоящая война. Берутся люди в заложники, сжигаются дома, взрываются мосты, угоняется скот, и каждый день гибнут люди. Умирают люди, льется кровь. Неужели нет в стране силы, которая может это остановить? Там находятся войска советской армии, внутренние войска МВД. Неужели профессиональные люди, которые занимаются этим профессионально, не могут обеспечить безопасность своих граждан? Там издан указ президента, который не выполняется. Когда этот указ появился, мы те, кто непосредственно живет и работает там, встречается с людьми, подозревали, так сказать, нереальный срок его исполнения. Вы продлили свой указ. Опять указ не выполняется. Ведь в указе указаны конкретные люди, которые отвечают за те или иные участки. Почему нельзя призвать их к ответу? Почему нельзя прекратить это кровопролитие? Ведь такие успехи на международном уровне вам удалось сделать то, чего не удавалось никому по сей день. И на этом фоне таких огромных международных успехов, отвода угрозы ядерной войны, когда мы осуждаем насилие на другом конце света, в нашей стране льется кровь, и никто ничего не может сделать. Я вас убедительно прошу, так сказать, ну, вы сами дали возможность вас критиковать, и эта критика сыпется на вас сейчас со всех сторон, на всех уровнях, на всех сессиях всех уровней. Ну, наверное, это тоже правильно, это тоже, наверное, веяние времени, и вы, так сказать, со стойкостью и терпением все это выслушиваете. Но, вы понимаете, наступает какой-то предел, дальше которого нет. Я часто бываю в этих приграничных районах. Я был недавно в Лачине и познакомился с семьей, где осталось семь душ детей, отца и старшего сына убили, и после убийства выкололи глаза. То есть, когда это все видишь своими глазами, я сейчас не хочу здесь на этой трибуне выяснять, кто прав, кто виноват, но это надо остановить. Надо остановить то, что может произойти в Молдавии, и остановить надо очень решительно. Демократия должна уметь защищать себя. Приведу маленький пример. Ведь же все, вот то, что нужно, например, для таких вещей, слезоточивый газ, водометные орудия, я не знаю, каски, дубинки, бронежилеты, это все изобретено и производится в самых демократических обществах. Значит, демократическое общество тоже должно уметь себя защищать для того, чтобы дать возможность своим гражданам демократическим путем бороться. Людям все равно, от чего умирать, от атомной бомбы или от кинжала бандита. Поэтому, мне кажется, если мы сегодня говорим о дальнейшем развитии культуры, о том, что можно сделать, нужно принимать безотлагательные меры. И в этой связи я хотел бы обратиться и к деятелям культуры. Здесь сидит цвет нашей страны. Приезжайте, помогите, посмотрите сами, что происходит. Не надо судить по чужим публикациям. Я родился в послевоенное время, в 45-м году, но я знаю из истории, что на фронтах, в госпиталях выступали самые лучшие артисты, самые видные люди страны, поэты, писатели. Сейчас мы тоже своими силами, например, на ноябрьские праздники, у нас 8 приграничных районов, Нахчеван, Лачин, Шуша, там стоят войска. Мы отправляем туда наши артистические бригады. И это большая радость для солдат, которые находятся тоже в тяжелой обстановке и далеко от своего дома. И эти концерты, эти встречи проходят с очень большим успехом. Я призываю вас, я приглашаю вас, пожалуйста, приезжайте, мы гарантируем вашу безопасность, но приезжайте, подбодрите людей, которые там живут и работают. Я, например, знаю, что на Брянских фронтах, в Брянских лесах во время Великой Отечественной войны выступали азербайджанские артисты. И сейчас, если мы сможем объединиться, ведь же живое слово известного человека, известного писателя, известного артиста очень много значит для людей, которые находятся, я бы сказал, в такой какой-то, так сказать, в истеричной обстановке и в истеричном состоянии. И я еще хотел бы, так сказать, предостеречь, что есть такая вот, некоторые видные деятели и писатели, сидя, так сказать, дома в газетах публикуют такие, так сказать, воззвания, обращения, какие-то рекомендации. Я думаю, что это не совсем правильно, не зная обстановку на местах, так сказать, рекомендовать целым народам, целым национальностям, что делать и как идти вперед. Не надо брать на себя такую смелость, тем более, что ответы, которые идут из республик, они не опубликовываются, и мы сами, как говорится, говорим и сами слушаем. В этой связи я хочу внести одно конкретное предложение. Мне кажется, что в условиях плюрализма нужно дать возможность, чтобы на первой программе центрального телевидения каждая республика имела бы свое какое-то время. Пусть это будет час, пусть это будет 40 минут, пусть это будет полчаса, но чтобы это были передачи, приготовленные в республике, без всяких подрезок, без всякой цензуры, чтобы вся страна могла получить объективную информацию с точки зрения республики, с точки зрения того народа, о котором говорят. Ведь что происходит? Любой обозреватель может неосторожным словом, неосторожной фразой, ненароком оскорбить национальную гордость миллионов людей, целой нации, целого народа. Но надо иметь возможность объяснить свою позицию, почему для того или иного народа те или иные слова оскорбительны. И мне кажется, что было бы очень правильно, и это можно сделать очень просто. В конце концов, за 15 республик, за 2 недели, если каждый день дать каждой республике по полчаса обзор на неделю, этот вопрос можно очень быстро и очень просто решить. И это бы дало настоящий плюрализм мнений, настоящую информацию того, что происходит в стране. Я хотел бы еще затронуть один момент. Значит, мы все очень обрадовались, когда министр культуры СССР Николай Николаевич Губенко ввели в президентский совет. Для нас, всех людей, которые сейчас работают в культуре, независимо от личности Николая Николаевича, который действительно за последнее время очень много делает, старается делать, введение должности министра культуры в президентский совет говорит о большом внимании высшего руководства страны, самого президента, к отрасли культуры. И когда сейчас этот президентский совет, так сказать, расформировался, мы все обеспокоены и хотели бы просить вас, что в тех новых структурах, которые создадутся, то ли это будет совет, то ли как-то это будет называться по-другому, нашлось бы место министру культуры, потому что его пребывание в вашем окружении – это большая подмога для нас на местах. Потому что сейчас министерство культуры СССР строит свою работу по горизонтали, у нас равноправные, взаимоинтересные есть проекты, и это очень помогло бы нам работать на местах. В заключении я все-таки, кроме критики, хотел бы от всей души поблагодарить вас за то, что в такое сложное экономическое, политическое время вы, президент огромной страны, нашли время для того, чтобы встретиться с нами и дать нам возможность выспиваться. Спасибо большое. 15 минут перерыв.